они в ответе за здоровье тех кого мы приручили способны понять без слов и поставить диагноз по мяуканью или лаю иногда их пациенты белые пушистые а порой царапаются или даже кусаются но они несмотря на это готовы спасти каждого как вы уже вероятно догадались говорю я о ветеринарах ведь даже когда помощь нужна нашим питомцам наука тоже рядом меня зовут екатерина берецкая здравствуйте и смотрите в программе как и когда человек решил помогать братьям меньшим обратимся к истории вопроса таблетки для рыб и пчел реальность всех ли животных лечат одинаково спросили у специалиста чему учат ветеринарной академии и какие качества ветврач должен приобрести сам узнаем в развитии ранней ветеринарии внес вклад гиппократ отец медицины он первым среди греческих лекарей понял болезни это не происки злых духов или гнев богов у них есть вполне естественные причины и пусть ветеринары не дают известную клятву ответственность на них лежит огромное ведь в их руках не только спокойствие владельцев животных но и предотвращение эпидемий о том какой путь прошло ветеринарное дело от момента зарождения до современности расскажу прямо сейчас еще в трехтысячном году до нашей эры животных лечили жрецы в древнем китае в монастырях и храмах они врачевали иглоукалыванием и лечебными травами примерно тогда же ветеринария зарождалась в месопотамии здешний миф связывает ее появление с гулой богиней здоровья и покровительницей собак особое внимание заботе о животных уделяли и в древнем египте в частности египтяне считали кошек священными и особенно тщательно их оберегали сохранились папирусы содержащие сведения о бешенстве заболеваниях коров и птиц также справочники и лечебники они включали варианты колдовства также ряд рациональных методов лечения ран в индии ветеринары принадлежали к высшему медицинскому сословию в их книгах было описано сибирская язва а также некоторая паразитарная болезни именно в индии открыли первую ветеринарную клинику в античном мире в животноводстве на первом месте было разведение лошадей в древней греции для них существовали врачи гипиатры их знания использовали ветеринарии в римскую и греческую эпохи и далее до 18 века для лошадей создавались лазареты называвшиеся ветеринариум средневековой европе лечение животных было ограничено религией только во второй половине тысячелетия в регионе обратили внимание на здоровье животных от них зависело благополучие городов и селений первое ветеринарное учебное заведение в европе было основано во франции в 1762 году клодом буржела в связи с массовой гибелью скота из-за чумы людовик 15 через три года основал королевскую академию ветеринарной медицины чуть позже аналоги появились и в других западных странах на руси тоже существовали люди лечившие животных а именно коновалы корень валью в этом слове переводится с латыни как быть здоровым в 1733 году под москвой открылась конюшенная школа где обучали этому мастерству по ее окончанию учеников аттестовывали как канавал мастер и канавальной подмастерье а в начале 19 века ветеринарное отделение открыли при петербургской медико хирургической академии развитие белорусской ветеринарной медицины стартовала в начале 20 века в витебске открыли губернскую земскую ветеринарную лабораторию где производили профилактические и лечебные препараты в 1922 году ее преобразовали в ветеринарное бактериологический институт а потом в белорусский научно-государственный ветеринарный институт просуществовавший около 15 лет в 1956 его возродили в минске сегодня это институт экспериментальной ветеринарии имени вышелецкого получила развитие белорусское высшее ветеринарное образование в 1924 году был организован витебский ветеринарный институт ставший впоследствии государственной ветеринарной академии в 1928 году состоялся выпуска 80 специалистов это были первые отечественные ветеринары в 2008 году президент беларуси александр лукашенко назвал витебской ордена знака почета государственную академию ветеринарной медицины жемчужины аграрного образования сегодня у нас в гостях преподаватель этой жемчужины доцент кафедры акушерства гинекологии и биотехнологии размножения животных кандидат ветеринарных наук михаил александрович здравствуйте здравствуйте михаил александрович а давайте вот с чего какими профессиональными и личностными качествами на ваш взгляд должен обладать человек который хочет стать ветеринаром и наверняка чему-то научиться просто невозможно это должно быть где-то внутри я права чтобы быть ветеринаром и не только во первым надо быть человеком естественно все человеческие качества доброта гуманность это присуще для ветеринарного врача потому что животное она ведь не как человек она ведь не скажет что у ней болит почему она не кушает почему заболела и так далее поэтому такое качество как человечность должно быть изначально заложено не буду наверняка оригинальной самоизвестный ветеринар айболит а вот в жизни а может ли ветеринар лечить всех или есть специализация кто-то собаки и кошечки кто-то дикие животные кто-то вот вот как это происходит витебской академии дается фундаментальное здание академически по всем основным сельскохозяйственным животным декоративным птицы и так далее то есть принципе универсальность универсальность да мы даем знания и по офтальмологии и по хирургии по акушерству инфекционным заболеваниям по разным видам животных поэтому фундамент а когда уже заложен а вот приобретение специализации это уже зависит от человека ваша специализация насколько я знаю сельскохозяйственное животное да в чем специфика мы со студентами выезжаем например в животноводческие хозяйства на ферме на комплексы и у нас за одно занятие может проходить 20-30 коров мы проводим исследование лечение и так далее что касается собачек кошечек естественно это поменьше но более такое шепетильное это больше работа с хозяевами чтобы рассказать показать какая проблема и как с ней бороться слушайте но вот по сельскохозяйственным животным мне кажется там больше рисков потому что их много это фермы молочно-товарные комплексы если вдруг какая-то зараза то это все мгновенно я права или у меня такой обывательский взгляд конечно большое количество животных на ограниченных площадях и естественно если вдруг какая-то инфекция туда попадает инфекционная болезнь это массовая заболеваемость ну и вынужденный падеж вынужденное выбытие ну это я вот к рискам виду да тоже такая группа с повышенным как мне кажется риском это дикие животные потому что там бешенство это же тоже вот к вашей специфике относится для всех животных характерно как свои собственные скажем так болячки до специфические так и общий для человека и для животных для ветеринарного врача и не только ветеринарного врача естественно вторая группа болезни особенно страшно особенно рисковые потому что может передаваться от животных человеку возбудители такие как бешенство вы обозначали туберкулез бруцеллез и так далее я знаю что в вашей академии есть специальность болезни рыб и пчел вот расскажите это тоже какие-то особые болезни да то есть чем болеют рыбы и пчелы например не болеют котики собачки или нет естественно у них есть свои очень специфические заболевания чаще всего это паразитарные инфекционные легче работать с ними связи с локализации на ограниченных площадках то есть мы берем например водоем бассейн и можно задавать какие-то противопаразитарные заболевания то же самое при работе с пчелами можно сразу обработать весь улей это не наши любимые собачки кошечки когда раду бота ешь индивидуально с каждым михаил александрович я понимаю что теперь я понимаю насколько многогранна на самом деле профессия ветеринар еще больше этих самых граней в нашем сюжете давайте посмотрим ровно сто лет именно столько академия ветеринарной медицины в витебске обучает и готовит кадры в области ветеринарии за долгие годы учреждения стало ведущим в этой отрасли и сегодня именно в витебск приезжают абитуриенты не только со всей беларуси но из россии китая и узбекистана чтобы начать обучение по специальности врач ветеринарной медицины 95 процентов работающих специалистов в агропромышленном комплексе это наши выпускники у нас обучается 3200 студентов именно в академии ветеринарной медицины ориентированы на практика ориентированное обучение интересно тем что занятия проходят в клиниках кафедр на животных и проходит свои издами на сельскохозяйственные агропромышленные предприятия поэтому это можно все свои теоретические навыки отработать на практике в этом плане мы еще и усиливаем свою работу переводя на индивидуальный план обучения будем отправлять именно точечно на те предприятия которые на сегодняшний день вот именно в это время востребованы ветеринарные врачи такой подход очень важен чтобы студент определился какой вид животных будет в будущем лечить и с кем конкретно ему комфортнее работать ведь задача ветеринара заключается не только в постановке диагноза и назначении лечения животным но и в знании его повадок и модели поведения умение находить общий язык для этого студентам прямо на лабораторных занятиях предоставляют такую возможность основное наше направление это все-таки продуктивные животные именно сельскохозяйственные животные которыми мы занимаемся на кафедре клинический диагностики предмет сейчас одноименный с названием кафедр называется клиническая диагностика здесь мы обучаем студентов правильно диагностировать работу органов правильно ставить диагнозы распознавать болезни на протяжении вот времени да то есть заблаговременно их как-то предупреждать диагностировать до появления еще клинических признаков каждое занятие студенты знакомятся с животными и выслушивают, например, работу внутренних органов. Сегодня непосредственно занятия у нас по сердечно-сосудистой системе. Они будут исследовать и изучать работу сердца. Ветеринар должен, как говорят преподаватели Академии, в буквальном смысле чувствовать своих пациентов, чтобы понять, в каком направлении двигаться, и при обнаружении патологии суметь назначить методы дообследования, среди которых, например, эндоскопия верхних дыхательных путей лошади или УЗИ-диагностика пищевой системы собаки. Все как у людей. И только после подробного изучения симптоматики ветеринар может назначить лечение. Кто правильно диагностирует, тот правильно лечит. Поэтому основная задача наших сотрудников – научить студентов проводить лечебные мероприятия, соответствующие для того, чтобы они были эффективными. На практических занятиях на кафедре внутренних незаразных болезней животных студенты осваивают основной материал, который непосредственно направлен на изучение заболеваний животных, вечно-сосудистые системы, дыхательные системы, пищеварительные системы. То есть они учатся разрабатывать схемы лечения животных при различных патологиях. Конечно, будущий ветеринар – это и будущий фармацевт, и врач, который может проводить физиопроцедуры, и, естественно, хирург, а еще диетолог, когда в лечении животным необходимо коррекция их питания для выздоровления. Знаменитый ветеринар Сергей Евсеенко говорил, «Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество». И действительно, несмотря на оглавенствующее положение человека в пищевой цепи, именно продукты животноводства составляют в среднем 60% его рациона. А здесь важно не только их качество, но и абсолютная безопасность, на страже которой находятся врачи-ветеринары. Вы смотрите проект «Наука рядом», не пропустите далее в программе. Как разрабатывают препараты для животных, обсудим новейшие технологии. Не только лечить, расскажем о новых направлениях научно-исследовательской работы в ветеринарии. Как поладить с любимым питомцем, и что никогда не рекомендуют делать, ветеринар, расскажем в рубрике «Первый шаг в науку». О современной белорусской ветеринарии продолжаем большой разговор в студии с нашим гостем, доцентом кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных Витебской ветакадемии, кандидатом в ветеринарных наук Михаилом Понаськовым. Михаил Александрович, теперь мы про образовательный процесс ветеринарной академии знаем все, но ветеринарная академия – это еще и большой научно-исследовательский центр. Расскажите о разработках последних, которые ведутся, что делается, что в приоритете? Естественно, это разработки ветеринарных препаратов, кормовых добавок, биопрепаратов, диагностикумов для потребности нашего и не только нашего сельского хозяйства и, естественно, ветеринарной медицины. Что касается последних, таких знаковых, топовых исследований, в ветеринарной академии разработан ряд вакцин, в частности, шесть. Вакцин против самых распространенных болезней желудочно-кишечного и респираторного тракта у крупнорогатого скота в вирусной и бактериальной природе. Все эти вакцины, они разработаны в рамках программы импортозамещения, то есть являются аналогами импортных вакцин. Но что касается импортных вакцин, возникали всегда у производственников вопросы. У вирусов, бактерий, есть такие, скажем так, разновидности, разные штаммы. Эти штаммы не всегда подходят под белорусские реалии. А разработка вакцины, это тоже, это вот как для человека разрабатывается? Или вакцины для животных есть своя специфика? Может быть, сроки поменьше клинических испытаний? Потому что для людей то, что, ну, я знаю, что это очень большие сроки. Все подходы по разработке вакцин аналогичны. То есть так же, как разрабатываются для человека, то же самое. Все этапы соблюдаются и актуальны для ветеринарной медицины. Задам вопрос из разряда фантастики, возможно, но знаю, что благодаря науке многое фантастическое становится реальностью. Лечение, профилактика болезней животных, это все хорошо. Может быть, есть какие-то исследования по выведению новых вообще видов животных? Что касается выведения новых видов, наверное, это очень трудно. Это, наверное, больше, скажем так, божественный промысел. Но что касается разработки сортов растений, в частности, у нас на кафедре кормопроизводства проводится исследование и выводятся новые сорта томатов, перцев. Также проводятся разработки по выведению новых пород сельскохозяйственных животных, в частности, на кафедры генетики и разведения. То есть в данном случае и в Витебской ветакадемии похожие исследования проводятся. И последний вопрос. Может быть, есть какие-то направления в научно-исследовательской деятельности, которые еще в планах освоить в ближайшей перспективе? Сейчас у нас проводятся активные исследования по разработку и внедрению в производство так называемых рекомендантных вакцин. Это уже не в планы, а уже начинаем реализовывать и внедрять в производстве. Смысл этих вакцин – это, во-первых, совсем новый этап развития науки о вакцинах. Аналогов в Беларуси и на постсоветском пространстве у нас нет. Смысл вакцины заключается в чем? Берется полезная микрофлора или не патогенная. В частности, мы берем, всем знакомым со школьной скамьи, кишечную палочку, внедряем патоген, то есть часть патогенного белка того вируса, против которого необходимо создать вакцину. Внедряем геном и уже кишечная палочка, культивируясь, она начинает культивировать и вирус, содержащий материал против этого вируса. То есть накапливаем в бак массу и уже после ряда исследований получаем вакцину. Оказывается, вы нашли применение даже кишечной палочки. Да. Михаил Александрович, спасибо вам огромное. Удачи, новых открытий. Мы ждем вас вновь в нашей студии, чтобы вы нам о них обязательно рассказали. А мы идем дальше. И буквально через минуту в эфире наша рубрика «Первый шаг в науку». Можно ли лечить кошек таблетками для человека? И правда ли, что на собаке раны заживают? Ну, очень быстро. Мой юный коллега Потап Мацкевич отправился в одну из ветеринарных клиник, чтобы выяснить. Ветеринары всегда мне казались добрыми волшебниками. Спасать самых разных питомцев от болезней – это ли не чудо? А может здесь больше не магии, а науки? Чтобы узнать точно, я решил познакомиться с настоящим ветврачом. Взял с собой четвероногого друга. И вот я на месте. Владимир, здравствуйте. Здравствуй, Потап. Рад познакомиться. А кто это с тобой? Это мой пес Зефирка. Покажете нам свою работу? Конечно, пойдем. Смотри, здесь у нас кабинет первичного приема и первичного осмотра питомца. Ты, как хозяин собаки, рассказываешь, что беспокоит, с какими жалобами пришел или пришел на просто плановую диспансеризацию, то есть диагностику пациента. А каких животных вам чаще всего привозят? Мы можем лечить в практике и кошек, и собак, и грызунов, то есть это морские свинки, это крыски, это хомячки. И можем лечить и енотов, и в некоторых случаях даже обезьян. А в нашей клинике складывались такие ситуации, когда к нам привозили и крокодилов. Особенно мне было очень интересно, как ветеринары находят общий язык с такими разными пациентами. Мы смотрим, как реагирует питомец. Для начала мы с ним здороваемся, то есть мы обозначаем себя в поле зрения питомца. Животные живут в мире запахов, и в клинике, конечно, много запахов разнообразных. И собаки очень стрессуют, для них это незнакомая обстановка, они находятся вне дома, и все, что их успокаивает, это только рядом стоящий хозяин. Врач сказал, что его пациенты кусают крайне редко. Конечно, ведь он так бережно с ними обращается. Для начала мы проводим общий осмотр питомца. Как стоит, как выглядит, как держит голову, как держит хвост. Дальше мы проверяем такие анатомически важные, физиологически важные элементы, как цвет слизистой оболочки, проверяем состояние зубов, проверяем слизистые оболочки в области конъюнктива, глаза. Дальше мы осматриваем лимфатические узлы, проводим методы пальпации, называется. Осматриваем конечности, осматриваем шерсть. Наиболее уязвимые места у нас в области живота, там, где может проявляться аллергия. Дальше смотрим конечности, как двигается пациент, как он ходит. Проверяем, сгибаем, разгибаем суставчики, задние лапки, передние лапки. И если требуется, то мы можем идти на дополнительные методы исследования. Также мы можем взять еще и прослушать аускультацию, как работает сердечко и как собака дышит. Пойдем в соседний кабинет, покажу, где делаем УЗИ. Здесь с помощью специальных датчиков мы проводим исследования внутренних органов. То есть посмотреть кочки, желудок, кишечник, можем даже сделать УЗИ сердца. Далее я увидел, как именно это делается. И правда, видно все органы. После того, как мы сделали УЗИ и понимаем, что все в порядке, мы можем сходить еще и сделать рентгеновский снимок. Посмотреть на структуру легочную, посмотреть на косточки таза и на грудные конечности. В рентгеновском кабинете рентгеновское излучение. И чтобы не облучаться, нужно надевать специальную защиту. Мы тебя ознакомим с рентген-кабинетом, далее поносить ту самую нашу кольчугу защиту. А сейчас доктором-рентгенологом мы сделаем рентгеновский снимок собаки. Далее я покинул кабинет, поскольку детям там находиться запрещено. А врач продолжил свою работу. Я был спокоен. Зефирка в надежных руках. А после мы встретились в еще одном кабинете. Смотри, здесь у нас стоит самый современный микроскоп. Те анализы, которые мы берем, мы можем взять на предметное стекло и посмотреть под микроскопом, увидеть то, что не может видеть человеческий глаз. Здесь 16-32-кратное увеличение. Оборудование у ветеринаров самое серьезное. Перед тем, как завести питомца, надо понимать, что у каждого животного есть свои какие-то породные заболевания, которым они предрасположены. Мы рекомендуем, прежде чем завести питомца, это провести осмотр данного питомца, которого собираетесь приобрести, вместе с ветеринарным врачом. А можно ли лечить питомца человеческими лекарствами? Тут ответ однозначный, что нельзя. Все-таки человеческие лекарства разрабатываются для людей, ветеринарные для животных. А что еще посоветуете владельцам питомца? Один раз в полгода, один раз в год, взять своего питомца, привезти в клинику и провести комплекс обследований и анализов, чтобы понимать, в каком состоянии находится питомец. Как я понял, заниматься самостоятельным лечением вообще очень опасно. Да и зачем? Ветеринары всегда готовы прийти на помощь нашим любимцам. Ну что, Ватар, тебе было интересно? Да, Владимир, спасибо большое, что все рассказали и показали. Теперь я точно знаю, лечить животных – это настоящая наука. Нобелевский лауреат, известный физиолог Иван Павлов утверждал, медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество. Если вы были с нами последние полчаса, то точно согласитесь с выдающимся академиком, ведь помогая животным, мы стремимся к безопасности и гармонии с собой и окружающим миром. С любовью к человеку и к братьям нашим меньшим в теме разбиралась наука рядом. Надеюсь, вам с нами было интересно. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok